всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня буду снимать волок сейчас у нас утро я уже помыла голову сделала тут масочку масочку сделала вот такую на волосы в общем начале наносите вот этот спрей сверху эту маску очень мне нравится вот но не знаю мне осталось совсем совсем не знаю на пару раз еще вот и сейчас буду умываться и делать маску для лица 20 я буду вот этой умывалочкой которая снимает макияж мне нравится кстати я даже по утрам и умываюсь ну на самом деле просто потому что сейчас у меня нету другой умывашки у меня есть только вот это от лимонии она мне очень нравится но она такая жесткая я и вечером умываюсь хотя если честно я сейчас вот этой вообще на постоянной основе умываюсь мне нравится здоровская и буду умываться вот этой щеточкой я умываю лицо водичкой потом наношу так на щеточку и хорошенечко распределяю и как вы видите вот это средство она не дает атаку прям сильно обильную пену как указано ну на том же сайте рифгош там есть видео как пользоваться этим гидрофильным маслом и там прямо девушка делает умывается у меня прямо такая обильная обильная пена у меня так не получается почему-то не знаю может быть другой именно линейкой должно быть потому что вот эта линейка она питательна прежде чем наносить маску я буду протирать личико вот этим тоником он мне очень сильно нравится и мне еще косметолог советовал после каждого контакта с водой обязательно протирать лицо тоником тем самым она будет меньше меньше сухости в общем я прошлую зиму так делала и сейчас делаю и мне очень-очень нравится может быть из-за воды еще кожа зимой так страдает от перепада температура тут еще плюс вода и теперь буду наносить вот эту масочку от марки кора вот эта линейка видео юлайн я уже эту бадью больше половины использовала мне кстати очень нравится эта маска она очень классная и даже под глазки нашу вот я уже отвезла своего сыночка старшего школу вот и пока он школе сегодня у него пять уроков он учится у меня 7 до двух часов вот и мне нужно сварить суп еще сегодня буду готовить ужин мама у меня отдыхает вот поэтому я сегодня хочу сегодня прибраться на первом этаже там полы помыть не знаю получится ли нет я смотрю в сторону чтобы видеть куда я наношу вот так вот я даже под глазки наношу и кстати но мне нравится эффект чем эта маска очень нравится и обязательно на шею обязательно девочки носите все масочки наши потому что ну я вообще весь уход который используем на лицо обязательно наношу наши вот а младше у меня сейчас дома вот и даже честно говоря не хочется особо его и выписывать потому что ну чтобы он в садик начал ходить потому что у нас одна воспитательница уволилась вторая у нас сейчас на больничном и еще у нас нет нянечки еще плюс ко всему поэтому знаете такая история что реально лишний раз не хочется вести ребенка в садик потому что ну там замещают другие воспитательницы они тоже неплохие но все равно да это такая история не знаю даже не знаю ну выпишемся наверное в пятницу буду водить там не знаю на полдня как то может быть место просто не потерять пока у нас занимается так у нас просто поменялась заведующая и начали много уходить воспитательницы и музыкальный работник у нас ушел в общем самом деле воспитательницы очень хорошие у нас были вот но большинство из них просто ушло так что история не очень конечно хорошие надеюсь найдут на замену тоже хороших воспитательниц ну пока общем у меня дома и мы не торопимся выписываться так маску я нанесла и сейчас буду поставлю вариться суп сейчас приготовлю обед и на обед у меня сегодня будет наверное два супчика но не значит посмотрим сейчас поговорю со всеми кто чё будет есть и посмотрим что буду варить а через 15 минут всю эту красоту буду смывать и так я смыла все все свои маски на лице на волосах тоже в том числе и на волос сейчас нанесла вот это масло урофлюида который мне безумно нравится и вот так укутала в тюрбан похожу прям по максимуму насколько это вообще возможно у меня сегодня будет и я пробовала кстати его оставлять на ночь но у меня слезает с волос поэтому бесполезно я видно кручусь так верчусь и сейчас буду наносить свой уход у меня уход от айзенберг сейчас дневной я недавно снимала видео рассказывала о нем буду наносить вот этот тоник прямо на лицо и он такими каплями прямо оставляет мокрое лицо вот видите прямо такая мокрота получать но я в принципе его не жалею наношу достаточно много и немножко так вот ручками я распределю далее буду наносить вот это вот средство то есть что это масло сыворотка в общем это средство это 6 пшиков недостаточно ведь он такой беленький как водичка становится распределяю в ручках и на шею немножко на декольте он на самом деле даже по текстуре такой как водичка даже слегка слегка масляно ближе даже к сыворотке наверно и пока она немножко впитывается буду наносить крем для области вокруг глаз тоже от этой марки даже до конца не нажимаю и далее сверху вот этот крем мне на все лицо и шеи хватает двух нажатий и пока у меня варится суп и и пока я буду делать легкий макияж тюрбан оставлю на волосах и кстати я заметила что этот тюрбан я еще одеваю не только когда именно масло использую оруфлюида а когда делаю любые маски вот одеваю тюрбанчик и эффект намного намного лучше но этот тюрбан это обычное полотенце ну по мне тогда по ощущениям так что если делать какие-то масочки обязательно укутывайте их полотенчиком увидите более крутой результат ну пошла варить суп сейчас покажу что приготовила на обед значит здесь у меня суп горох для старшего сыночка от гороха у меня отказались все кроме старшего ребенка поэтому он его очень любит поэтому ему сварила в такую маленькую кастрюлька на меня два литра а младшему я вот здесь сварила бульон и маме также и вот такие вот макарошки ну как это вермишель когда такая кругленькая вот так что вот такой у нас будет обед а мама у меня не выдержала то что я тут хозяйничаю на кухне и решила сделать тоже творожный кекс но она взяла какой-то другой рецепт в общем сейчас съездим за старшеньким сыночком и потом попробуем как получился мама кекс но аромат очень-очень вкусный все едем за старшим братом выбирайте со школы любят со мной ездить еще купим витаминки вчера ездили покупали в общем едем за старшеньким нет выдали оружие на всякий случай да пригодится маме оружие в дороге так что поедем и так каждый раз когда мы ездим куда-нибудь мне кажется он даже специально ездить со мной чтобы поспать машине потому что он мы трогаемся и он сразу же засыпает вот сразу же мы даже из от дома далеко не уезжаем и он спит но надо будить потому что надо идти и убирать старшего ну так сладко спит мне всегда жалко будить но приходится машине я никогда не оставляю ребенка считаю что это небезопасно так что будем сейчас и кстати им очень нравится песенка лейла знаете наверное такую она уже не новая как он джак кали по-моему или как-то так его певца зовут в общем ему дико нравится я вы включаю он то есть он просит и сразу под нее банькать вот так вот такой мама получился кекс это кстати в новой форме которая в виде лося сейчас я посыплю сахарной пудрой будет буду пить чай вот такой вот у мамы получился кекс внутри он тоже мягенький так же как у меня прошлый раз получился но очень вкусный буду пить с чаем с лимоном и мои сейчас мальчишки придут тоже кушать один будет кушать суп горох 2 бульончик с макарошками как я уже говорила но маленькому у меня еще нельзя такой по суп пока кушать после болезни вот так что вы такая вот такой у нас обед всем кто кушает приятного аппетита вкусного и на ужин я буду готовить такое блюдо я не знаю рассказывала я вам или нет значит здесь у меня куриная грудка обжаренная порезана мелкими кусочками кладу в такую форму и сверху на эту куриную грудку я потом перекладывать обжаренные с луком грибочки это те которые мы собирали с мамой в прошлом году можно сюда класть шампиньоны а можно также вот эту куриную грудку смазать майонезом или сметаной но я не буду делать не то не то просто буду выкладывать то есть вот так выложить и сверху полить сметанкой или майонезом но я не буду так делать вот так вот выкладываю грибочки с луком я еще курить курочку посолила поперчила и не грибочки немножко посолила и сверху сыр мы так вот это красиво получается теперь поставлю в духовку при температуре 180 градусов где-то на полчасика в принципе чтобы сыр расплавился и так сказать ароматы всех ингредиентов они перемешались вообще-то блюдо очень вкусное такое сочетание грибы куриная грудка и сыр она всегда очень очень вкусно что такое у нас будет ужин еще мы тут с мужем заезжали магазин перекресток и сейчас покажу какие мы сделали такие совсем небольшие покупки в ленту я поеду уже наверное в пятницу может выходные посмотрим и вот такая у меня небольшая закупка из магазина перекресток значит купили девушек мы очень любим для тостов яблочки гала два сока яблочный и яблочный потом купила вот такие каши маме мама у меня на кашу подсела значит такую ячню не знаю попробуем вот вообще выбор каштам кстати не очень сильно хороший и вот такой вот такие хлопья пшенные которые не нужно варить просто залить водой просто мам иногда не с утра нету желание себе варить дальше купила вот такие две упаковки наггетсов это мне такое на всякий случай сосиски дальше муж у меня взял и было с мужем поэтому такая закупка такую как это назвать пицца или что-то я не знаю что это такое шаньга сыром такой вот дальше два кусочка сыра один такой кстати очень любим вот этот мостом ночью вот такой с дырочками большими и один такой попроще взяла там потереть на что-нибудь такой дальше здесь я купила мясо кусочек это свинина она была там со скидкой и стоила в общем что-то она поменьше стоила вот 15 штук яичек взяла потом планирую поехать в ленту так что пока столько потом купила себе вот такой я никогда их не пробовала точнее мне кажется я когда-то пробовала такую чука вот такой салат из морских водорослей 220 грамм стоит 230 что ли рублей что-то в этом духе орешки взяли колбасу взяла вот такие вот первый раз кстати увидела вот такой булгур с овощами у меня муж очень любит булгур и я кстати тоже и кускус и здесь вот смотрите состав булгур крупный пшеничная крупа овощи сушеные томат лук репчатый паприка красный чеснок кориандр молотый не знаю чисто на полу взяли попробовать насколько вкусно невкусно вот что вот такие вот были небольшие покупки еще у меня младший сынок взял себе машинки 2 уже распаковал он бежал с ними вот где-то вот это все нам обошлось в районе трех тысяч человек у меня уже муж машине оставил уже не пойду за ним так что вот такие вот были покупки вот так вкусно и ароматным получается очень вкусно но можно подержать поменьше в духовке для тех кто не любит вот такую корочку у меня муж очень любит когда именно корочка такая хрустящая сверху поэтому я прям вот так зажариваю и вот так вот это выглядит в разрезе очень вкусно вот так вот прошел мой день сейчас уже вечер будем с котейкой мы тут лежать отдыхать вот так вот так вот у меня котичка хорошая да да кстати кто спрашивал как зовут моего кота моего кота зовут каспер как привидение вот он какой сладкий ты быстро прошел мой день на самом деле последнее время все дни у меня как-то я не знаю никак не войти в рабочую колью нам с утра не встать хочется спать и в общем вот так вот котейка требует внимания меня но буду с вами прощаться не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч субтитры